Он вот в этом шорте был. Это все, что осталось от его одежды? Да. Кровь на ошметках одежды, как доказательство, сыну шахнозы досталась от собак по полной. Два ротвейлера атаковали мальчика, когда он зашел на них посмотреть в соседский двор. На моих глазах оно все происходило. И они таскали как мясо этого ребенка. Хозяйка ротвейлеров божица, мать сама, разрешила сыну опасную экскурсию. Шахноза клянется и подумать не могла, что хозяйка собак заведет мальчика во двор. Как было на самом деле, сейчас разбираются полицейские. Хотя уже очевидно, уголовного дела не будет. Спор придется решать или полюбовно, или в суде. Восьмилетнейший Хриер сейчас в центре детской хирургии. Жизни мальчика ничего не угрожает, но у него рваные раны рук, ног и ягодиц. Жители Каменноозерного справляются о его состоянии ежедневно. История подняла все село. Люди устроили большое собрание и наперебой возмущались. Ведь хозяйка огромных псов не смогла сама. Не остановить животных, не защитить ребенка. Вмешаться пришлось прохожим. Она даже не убирала собак. Она начала убирать собак тогда, когда выбежали соседи. Я вообще оцениваю, что это у человека, наверное, не все в порядке с головой. И по-другому это никак нельзя оценить. Главная героиня обсуждения на собрании не появилось. Правда, от помощи больному мальчику дама не отказывается. Готова оплатить реабилитацию. Но теперь для односельчан не это главное. Соседи боятся не то, чтобы приближаться к месту происшествия, а даже самого факта, что в селе живут два ротвейлера и требуют линчевать собак. Идем и боимся. Особенно соседи. Вот именно. А такой вот сугроб. Они перепрыгнут и сгрузут наших детей. Глава сельсовета регулярно ходит проверять Реи и Раду. У них теперь плохая репутация. Но в своем дворе собаки демонстрируют исключительно примерное поведение. Владельцы уже заявили, в начале следующей недели Читу увезут в питомник. Тронуть собак самовольно никто не вправе. Да и рука не поднимется. Как это? Это ж не 37-й год. Взять его сейчас застрелить. Должно это как-то по закону сработать. Чтобы по-другим хоть неповадно было. Хоть немножко за собой замечали эти вещи. Вот знаете, пока не коснулся их, все думают, моя собака добренькая, хорошая. Она меня не кусает. А с чужим-то, видите, как она ведет. Сельский глава знает, о чем говорить. На 300 дворов, каменноозерном почти полтысячи собак. И лишь единицы могут похвастать курсом дрессировки. Большинство питомцев предоставлены сами себе. Любимцы одних сельчан наводят ужас на других. Бультерьеры или бульдоги вот такие вот. То есть домашняя опять. Опять же она домашняя, развязанная. Вот бежала на меня. Я давай побежала убегать на нее. Профессиональные заводчики и кинологи говорят, при грамотном подходе и огромный ротвейлер слушается даже ребенка. А без школы собачьего послушания повинуется не хозяину, а своим инстинктам. Если собака что-то не делает, ее не научили. Если делает что-то плохо, ее плохо научили. Претензии к людям. Чтобы хоть как-то сократить число опасных собаководов, заводчики начали вводить собственные ограничения. Хозяевам будущих щенков своих вообще выдают договор, в котором прописана обязательная дрессировка, обязательный курс. И если этого не происходит, то собака изымается. То есть изымается без возврата денежных средств. Потому что порода, любая порода собаки, она требует к себе внимания специалиста. Мы же не водим машину, не зная, что это такое. А ведь заставить владельцев думать перед покупкой животного хотели на государственном уровне. Депутаты Госдумы предлагали приравнять некоторые породы собак к оружию, проверять заводчиков на адекватность, выдавать лицензии, требовать спецподготовки животных. Но дальше слов дело так и не пошло. Елена Кузнецова, Вадим Нечаев. Наше время.